Весь интернет забит контрнаступлением и подготовкой к нему. А мне очень хотелось посмотреть изнутри, как готовятся наши парни, что происходит, как с настроением, что с оружием, что с техникой, как держава раздуплилась или нет. И вот приехал из Харькова, где гости Лубанифация, Харьков очень отличается от Киева. Мало автомобилей, на дорогах нет пробок и заторов. Воздушные тревоги несколько раз в сутки. Большинство военных в цивильной одежде. Приказ, потому что толпа в форме, сразу привлекает внимание. Форма и снаряжение только на полигонах. За год кардинальные и крутейшие изменения. От неполной роты добровольческого разведбата «Сонечко», вооруженного АК РПГ-7 «Джевелин» и «Эннлов» на волонтерских джипах и бусах, до боевой группы почти в батальон в штате ВСУ со своей очень неплохой трофейной и западной броней, вооруженной полностью натовским оружием, связью, экипировкой и знаниями. Все штурмовые группы вооружены или М4, или более современными и крутыми «СКАР-Л». Другие подразделения, где размер оружия имеет значение, механики, связь, медики, вооружены бельгийскими ФН-2000. Все оружие стандартного натовского калибра 5,56. Болгарские гранатометы РПГ-7 и минометы калибра 60 и 80 мм, противотанковые «Джевелин» «Энлов» и «Карл Густав», американские крупнокалиберные пулеметы «Браунинг-М2», бельгийский пулемет МК-48, американский автоматический гранатомет МК-19 – это то, что носится ручками и ездит на броне. Так выглядит арсенал группы. Очень много современной оптики. Монокуляр ПВС-14 различных производителей есть почти у каждого. Для водителей – бинокуляры ПВС-7, коллиматорные прицелы на любой вкус. Для тяжелых пулеметов – лазерные ИОТЭХ. Для штурмовых винтовок – различные АМПОИНТ. Старлинков – 26 штук. Для всех пулеметов – тепловизионные прицелы. И это не все волонтерское. Держава тоже начала шевелиться. Треть приборов и два Старлинка – от державы. Скорее от наших друзей. Вся связь, защищенная по стандартам НАТО. Моторолы или наши аналоги – «Лыбить». Боевые планшеты с крапивой. Куча карт памяти, пауэрбанков, кабелей, разъемов, спецантенн. Отдельно – группа дронов с пилотами. Пилоты – это элита. Все у них отдельно. Свой учет, свой склад. На вооружении пять дронов, один из них – с тепловизионной камерой. Было три с тепловизором, но два потеряли под Солидаром. Рассказывает, что в ночном бою убийственная связка дрона с тепловизором и тяжелого пулемета «Браунинг» с автоматическим гранатометом до двух километров выжигают все перед собой. Штурмовые подразделения на постоянной учебе и тренировках, диверсионные рейды и бой без брони, взаимодействие со своей минометной группой, взаимодействие с броней, эвакуация, отступление и перегруппировка, отработка связи. Связисты сейчас на занятиях, каждый день. Занятия ведут американцы, изучают систему и подсистемы управления боем и целеуказания Винтак и Атак. Винтак – это на Windows, батальонное звено. Атак – на Android, ротное и взводное звено. Что-то типа нашей крапивы, но с гораздо более широким функционалом. Все это становится на наши ноутбуки и планшеты. И, как объяснили, все серверы остаются у нас после обучения. И далее все будет в единой боевой системе. Крапива, как дублирующий аналог. С броней отдельная история. Уже 11 трофейных БТР-82А. Некоторые восстановлены, а некоторые орки просто бросили, убегая. Год выпуска – от 2017 до 2022. Такие, что были выпущены уже во время войны. Все с современными боевыми модулями, 30-мм пушкой 2А72 и спаренным пулеметом КПВТ. В боевом модуле стоит французский тепловизор «Талос», дальномер и баллистический калькулятор. Бонифаций рассказал, что расисты приехали на неплохой технике, только эксплуатировали ее потомственные дегенераты и алкоголики. Поэтому недолго. Показывал брошенный БТР новый и целый с сожженным сцеплением. Большинство БТР просто брошены орками из-за элементарных поломок и неумения эксплуатировать. Были с полным боекомплектом и заклинившей пушкой. Автоматическая пушка – тонкая механика. Требующее терпение и рук, растущих не из задницы. А у нас с этим все в порядке, поэтому пушки работают как часики. А кроме БТР, Раша Ленд-Лиз презентовал танк Т-72. Сейчас на задании. БРДМ, три БМП-2, два Тигра, уникальную БТР-МД «Ракушка». Говорят, что всего таких выпущено до ста штук. Все работы по обслуживанию и восстановлению выполняются своими силами и только штатными бойцами. Вы не представляете, как богата земля украинская талантами. Бонифаций. Я за этот год уже воспитал целую стаю молодых командиров уровня отделения, опытных и злых. Большую часть работы занимаюсь именно этим. Ищу бриллианты. Ко мне пришел парень, назовем его Бегамол. Пунктуальный до ужаса. Все старался нас чему-нибудь научить на курсах выходного дня. Рассказывал старикам, которые имеют УБД с 14-го года, как оружие держать и все такое. Короче, раздражал. Я его вывел из группы и посадил гайки крутить на БТРах. В холоде, голоде, на морозе, греметь весело ключиками. И что бы вы думали, за два месяца один из которых на боевых, парень один из лучших наводчиков на БТР и откровенно лучший спец по ремонту и настройке пушки 2А72. Это сложное изделие. Она, откатная с системой амортизации, имеет гидростабилизацию и питание из двух лент. И работают эти пушки только у меня в подразделении. У других пушка вечно глючит и считается ненадежной. Для восстановления и обслуживания брони специально ездят и разбирают разбитые БТР, БМП, Тигры и все, что попадается. Многие узлы унифицированы. Для этого сделали специально два ремонтно-эвакуационных грузовика, один с мини-краном. Но не только трофейная техника. Наши союзники дали бронированный DAF, пункт связи, три Хамви и два БАГИ. Хамви используется как боевой транспорт минометной группы. БАГИ, быстрая разведка и эвакуация. А вчера еще приехали два М113 американских. Во вторник произошло очень важное событие. Бонифаций и Кира, теперь муж и жена. Точнее Кира взяла в мужья себе Бонифация. Это со мной фото. И с родным БТР. Если думаете, что был праздник веселья, то ой. Бонифаций с Кирой красиво оделись, расписались, приехали, сделали фото и все. Потом Бонифаций переоделся в робу и полез восстанавливать технику. Тем более М113 были на подходе. Кира та же история. На краткий миг остановитесь, прекратите слушать и мысленно пожелайте этой прекрасной паре счастья и дожить до правнуков. Кира ездит на трехдверном джипе. Это был джип моей дочери до войны. Подарила группе Бонифация. Дочь счастлива, что джип при деле и особенно, что возит Киру. За прошлую неделю купили резину на DAF связной, бронестекла на второй Тигр, роутеры, карты памяти для связистов группы. Шейх звонил. Просил закрыть долг 2600 долларов за новый прицел Zero Compromise Optic на новый снайперский ствол калибра 375 Чейтек. Закрыл. Еще много работы. Бонифацию надо три турели для крупнокалиберного пулемета Браунинг 12,7 на один Хамви и два приехавших М113. Пулеметы есть, турелей нет, а они не дешевые. Еще на резину для двух Хамви, они старые из Ирака. Запчасти для Хамви, детали для одного БМП-2 и еще много чего. Работаем до полной победы. Реквизиты для помощи ВСУ найдете под этим роликом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова